В общем, ребят, я дома. Не надо спрашивать, почему я так выгляжу, потому что я дома, я когда дома, я отдыхаю, я не крашусь, и специально для своих зрителей краситься не собираюсь, честно. Потому что я снимаю контент, я сейчас поясню вообще, не об этом сегодня речь, я снимаю контент для людей, которые не смотрят на обедку, понимаете? Я не для таких, я для других снимаю, которым я интересна, и которым будет интересно меня послушать, им плевать, что у меня на башке, что я в халате, и не спрашивайте, что у меня тут зеленое, это прыщик. Раз я сегодня не выхожу из дома, я помазала его зеленкой, потому что задолбала, я его копаю каждый раз, когда начинаю погружаться в свои мысли, сразу хочется что-то покопать. Ну ладно, в общем, не суть. Меня задолбал мой муж, ну это не новость, ну меня бесят, я не могу, он меня просто раздражает, рассказываю. Значит, мне сегодня на мою почту пришло сообщение от госуслуг, хотя нам еще это рано, ну ладно. Успейте записать ребенка в школу, начинай запись, успейте, успейте, там все по времени, типа, кто первый успел застолбить место в школе, тот и будет. Я мужу говорю, слушай, зайди со своего аккаунта, тебе тоже, наверное, пришло, это всем приходит. Посмотри, что там вообще, ну нам сейчас, конечно, это не надо, только там через год вообще надо, да? Вот, ну ты зайди, посмотри хотя бы, что и как, какие школы нам дают на выбор, потому что я, честно, хочу, чтобы мой ребенок учился во второй школе, вот, которая летний сад. Ну, нравится она мне, она не очень большая, местоположение хорошее, рядом дом детского творчества, как-то тут и типа приличнее все. Мы с Линдой постоянно ходим, ездим на самокате, я ей показываю, это твоя школа, она говорит, мне нравится, я хочу тут учиться. Вот, в 22-ю школу, кстати говоря, вторая школа, это наша школа, по округу, 22-я школа тут как бы на Запскове тоже есть, но я не хочу, ребят, я не люблю Запскове, не люблю Запскове. Это, во-первых, во-вторых, мне из 22-ю школы звонила куча подростков по поводу обсирания цыгам, поэтому я туда не хочу, ребят. Там, конечно, как бы это считается таможенно-правовой лицей, нет, спасибо, оставьте свою таможню, свои права себе, нафиг мне это не надо, короче, вот мне нравится вторая школа. Значит, мой муж посмотрел все это дело, и у него, видимо, начался мыслительный процесс по этому вопросу, и он самостоятельно позвонил в платную гимназию. Я не буду называть название, ну, все и так поймут, она единственная. Позвонил в платную гимназию и скинул мне картинку «Подготовка к школе». Ну, типа, во многих центрах каких-то начинается подготовка к школе вот за год, да, там в сентябре у них набор. Вот он и позвонил, скинул мне картинку, я говорю, ну и что, рассказывай. Вот там в сентябре набор, ля-ля-ля, занятия два раза в неделю, два раза в неделю, получается, как три предмета по 25 минут, ну, то есть, как три урока, наверное, ну, фиг знает. Короче, три двести, за восемь занятий в месяц, три двести, как бы, вот, получается, ну, получается, час пятнадцать, ну, час десять, наверное, да, там, как-то вот, ну, там, дают математику, да, как бы, основа математики. Ну, я буду говорить взрослыми предметами, потому что я как-то не особо, да, вот, русский язык, грубо говоря, да, и, наверное, что-то общее, да, там, общепространственное, да, представление об окружающем мире, грубо говоря. Вот, типа, говорит, вот, курсы такие надо отдать, ну, типа, с сентября по май, да, наверное, нельзя, и потом идти учиться в эту гимназию платно. Ребят, платное обучение в этой гимназии, ну, оно, наверное, стоит тысяч 15, раньше стоило 15, сейчас не знаю сколько. Цены поднимаются постоянно, возможно, уже больше, 15 тысяч раньше в месяц было, но, возможно, можно вернуть какой-то подоходный, возможно, это даже еще не окончательная цена, понимаете, потому что существуют, наверное, разные там все равно, как сказать, еще на что скинуться, да, не знаю, ребят, не знаю. Я ему говорю, говорю, послушай, зачем нам платная гимназия? Ну, там же лучше, ну, там же лучше, я говорю, ты представляешь, какие-то деньги вообще? Даже давай начнем вот с этой подготовки к школе. Ну, хорошо, она говорит, хорошо, чтобы она походила туда, подготовку в школу, а потом в этом платном гимназии учиться. Я говорю, давай начнем с подготовки к школе, я считаю, что это малоэффективно. Я говорю, перезвони, узнаю, сколько человек в группе. Перезвонил, 10. Еще у меня был такой вопрос, я тоже ему сказала, спроси, а возможно ли присоединиться не с сентября, а с октября-ноября? Это важно, почему? Потому что, если такое возможно, что можно присоединиться позже, значит, программа будет, как сказать, топтаться на одном месте. Но там сказали, что нет, программа будет идти вот так, вот так, но я что-то сомневаюсь, потому что любые коммерческие занятия, вы должны понимать, что, например, если кто-то отсеивается, например, поводил кто-то ребенка месяц за 3-200 и сказал, нам не надо, передумал, да? Такое случается, поверьте, не бывает так, что 100% детей записалось, да, там 10 записалось в группу, и все стабильно ходят. Такого не бывает. Кто-то начинает болеть, пропускать, забивает. В лучшем случае, если к концу года закончат половина, 5 из 10, это в лучшем случае, ребят. Ну ладно, у них программа идет от начала, как бы, от начала ровно, ровно и до конца, это хорошо. Но 10 человек в группе, я мужу говорю, это, это плохо. Потому что за 25 минут один предмет, 10 человек в группе, ребят, даже я работаю, как бы занимаюсь с детьми, подростками, у которых уже с концентрацией внимания все хорошо, и то, вы знаете, вот удобно работать, когда человек 5 в группе. Ты можешь к каждому подойти. Но, ребят, тут 10 человек, 6-ти леток, у которых, внимание, я вижу, как Линда ходит на рисование, да? У них там группа, ну, диапазон, разброс возраста там от 4 даже, по-моему, до 8 лет. И моя Линда, вот я говорю, у нас же была проблема, а ей 5, да, она сидит, то есть учительница говорит, смотрите на доску, да, там ей показывают, как рисовать. А моя Линда, глаза пошли в сторону, ну, я присутствовала один раз на занятии, чтобы понять, да, что творится с ребенком. Конечно же, а ребеночек, который уже первоклассник, он сидит и смотрит внимательно, а моя не может в силу возраста, да? То есть, и когда в группе 10 человек, это невозможно, нереально, чтобы у них у всех было 6 лет, вот это внимание, понимаете? Еще как бы, ну, получается, 3 предмета, да, в целом час 15, ну, как мол, говорит муж, поэтому по 25 минут. Ну, это все понятно. Но я просто из своего опыта, это просто мой опыт, да, ну, какой-то опыт, 15 лет я педагог, да. Я вам еще раз говорю, что если подготовка к школе, то этим надо заниматься индивидуально. Либо родитель садится и занимается, либо нанимай репетитора, вот если реально хочешь, да, и он тебе, ну, как бы качественно репетитора, который понимает, и он своим ребенком глаза в глаза, все по пальцам, на пальцах, эмоционально, где-то повышая тон голоса, где-то понижая. Это все должно литься вот так информация, да. В общем, я это мужу все объяснила и говорю ему, давай я буду готовить, заплати мне, плати мне 3 200 в месяц, и я буду стабильно с ребенком заниматься. Ну, понимаете, я, конечно, могу заниматься, но, бляха, мне не хватает мотивации. Потом была бы даже хотя бы, знаете, мотивация в виде благодарности от мужа. Муж бы мне сказал, ты у меня такая хорошая жена, ты такая молодец, вот ты с ребенком занимаешься, потому что я с ней занимаюсь. Ну, просто это немножечко не систематизировано, да, но мы с ней все равно каждый день пытаемся что-то делать перед сном, там, ну, да. Тем более у меня есть время, тем более я педагог. Я мужу говорю, я могу это все делать, я педагог. Он мне начинает, да какой ты педагог, ты вообще не знаешь, как вот это все. В общем, короче, я что поняла, мой муж считает меня полным ничтожеством, ребят. Вот я пизде... Извините. Я живу с человеком, который меня считает просто ничтожеством, понимаете? То есть он вообще меня не ценит ни капельки. Я педагог, причем я очень хороший педагог, и я это знаю. И хороший педагог, какая разница по какому он предмету? Он любой предмет, дай ему информацию, он любой предмет хороший педагог тебе представит, потому что у него вот это есть. Но мой муж, видимо, меня не считает ни хорошим педагогом, ни хорошей мамой, ни вообще, он меня не считает умной, не знаю, даже, а может быть, я ему и не нравлюсь, может, он меня и некрасиво считает, хрен. В общем, короче, он мне никогда ни разу не говорил, что я хорошая жена, хорошая мать. Никогда он меня не хвалил. И вот я ему говорю, давай, заплати мне. Это будет для меня отличная мотивация. И вот у него начинает мне, как бы вроде, может быть, даже, нет, но это не в полушуточной форме было, это было абсолютно серьезно сказано, что ты ни хрена не знаешь, ты вообще в школе своей тоже училась, я училась в четвертом лицее, в физико-математическом классе, как он мне сказал, что я ничего не знаю. Ты ничего не знаешь, что я тебя не спросить, а ты ничего не знаешь, ты вообще, ты, короче, не сможешь вообще ребенка ничему научить. Вот к чему мой муж пришел. Ничего с того, что у меня, блин, две четверки в аттестате, все остальные пятерки, ничего того, что у меня три образования, полученных не на курсах где-то, а у меня дипломы гособразца, я партной четвертого ряда, я юрист с красным дипломом, я педагог-хореограф, четыре года колледжа искусств. Я не умею учиться, я наоборот таки, как раз что я хорошо делаю, я умею учить. Вот. И, конечно, меня это все очень обидело. Реально, я живу с человеком, который меня не ценит вообще никак. Понимаете? Ну, вообще никак. Я скажу честно, меня вообще, я все мужики, я почему-то выбирала всегда таких мужиков, что первый муж. Вот. Они меня не ценят. Блядь, как будто, знаете, вот как вот у родителей. Вот. Что родители меня как-то хвалили, но не очень, я бы сказала. Вот. Они вроде мной гордились перед чужими людьми, но вот какой-то такой личной похвалы в семье мне не хватало. Мне все равно приходилось как будто доказывать. Доказывать то, что я умная, доказывать своими оценками. И вот с мужьями то же самое. То есть я как будто бы с ними постоянно доказываю, что я вот такая вот, как будто вот, ну, понимаете, да, то есть вот эти внутренние какие-то вот эти из родителей детско-родительских отношений моменты, они перешли в отношения с мужьями, с мужем. В общем, друзья, меня это так обижает, ну, просто тварь. Просто мой муж, просто скотина конченая. Он будет смотреть, он смотрит. Я специально укажу в названии видео муж. Тварина. Тварина. Самая настоящая. Тварь. Ну, хоть бы раз бы сказал, ты молодец. Он же не занимается с ребенком, но у него и нет этой способности. Сейчас я обосну к своему мужу. Моему мужу нет способности обучать других людей, даже своего ребенка. Даже когда я у него что-нибудь спрашиваю, он же у меня много знает, я ему говорю, объясни мне простым языком такой-то момент. Это сложно, ты не поймешь. Это не поймешь. Да. Это сложно объяснить простым языком сложные вещи. Да. Поэтому не каждый человек, который обладает определенными знаниями, может быть педагогом. Это во-первых. А во-вторых, когда ты работаешь, например, с аудиторией, ты должен не бояться работать с людьми, не бояться говорить им. И причем вот я поняла в своей, как бы сказать, жизни, да, что меня все время тянуло к выступлениям. Мне нравится выступать. Я пробовала выступать на сцене, танцевать, да. Это очень круто. Но я поняла, что мне нравится выступать перед людьми, когда я говорю и когда я что-то им даю. Вот не просто визуал даю какой-то, да, там похлопали. Ну, красиво, красиво. Но еще не все скажут красиво. У меня мои танцы многие обсирают. Не умеют танцевать. Не умеют. В общем, мне важно дать еще что-то людям, человеку, да. Мне очень нравится работать на группу, на коллектив. Много людей. Меня не пугают люди вообще ни капельки. Я могу выступать. Это мой кайф. Выступать перед людьми. Чем больше людей, тем круче. Пусть это будут миллионы. Я выйду. У меня вообще мечта выйти к большой аудитории. Знаете, вот это вот, чтобы как стадион огромный. Маленькие человечки, человечки. И я говорю, а меня все слушают. Это мой кайф. И не каждый человек так сможет. Выйти к аудитории, давать информацию. Еще ведь как могут же, может и аудитория сказать, ой, ты там не знаешь что-то. И что не знаю, я не обязана все знать. Я несу информацию. Несу информацию. В общем, друзья мои, мой муж так меня реально обидел. И я ему сказала, что ты знаешь, я не хочу, чтобы ребенок шел учиться платную гимназию. Потому что моя субъективность, я не знаю, что там в этой гимназии. Честно, вот надо сходить на день открытых дверей с мужем. Ну, и с ребенком можно приходить. Просто посмотреть. Но мое субъективное мнение, вот как бы сказать, которое у меня имеется, да. Я не знаю, на основе чего оно сформировано. Я просто так считаю. Я так вижу. Что в России нет. Ну, почти нет. Ну, в нашем городе точно. Нет разницы, бесплатное образование или платное. Это все равно одна и та же система образования. Это то же самое ЕГЭ. Потом эти ВПР. Вот мы постоянно детям и рассказывают, и родителям, про какие-то ВПР, там, нервяки по поводу этого. Это все одна фигня. И как я считаю, разница между ГОС и платными, да, как бы, только в том, что здесь тебе попу не лижут, а здесь ты платишь деньги, и тебе вылизывают попу. Ну, грубо говоря, да. Муж говорит, ну и хорошо, что лижут попу. Это же хорошо. Это не всегда хорошо, когда лижут попу. Я все-таки считаю, что ребенок должен понимать реальность. Ну, как объяснить? Понимать, что люди есть разные. Я понимаю, ребенку это сложно, это будут травмы. Ну, травмы, без травм невозможно, займите. Ну, невозможно прожить жизнь, не получив ни одной травмы, не разочаровавшись в людях, не почувствовать обман, предательство, да. Но в чем преимущество обучения, например, в обычной школе, да, например, кардинальное преимущество, например, в отличие от домашнего обучения, да, ну, в том, что ты учишься жить в этом социуме, ты учишься общаться с людьми. Когда ты приходишь в платную, да, структуру, ты понимаешь, что ты платишь деньги, и с тобой общаются так, чтобы тебя, не дай бог, нигде не тронуть. Но ведь это тоже иногда плохо, потому что все равно должно быть какое-то ощущение реальности. В государственной школе, мы понимаем, работают разные люди, да, как бы они напрямую, ну, не то, что напрямую, но все равно, как бы сказать, там, меньше зарплаты, меньше, может быть, мотивация у них, да. Могут быть разные учителя, да, недовольные жизнью, недовольные своей зарплатой. И, как мне кажется, суть обучения в государственной школе, она сводится к тому, что, во-первых, научиться, учиться, да, научиться обучать себя, научиться работать с информацией, с текстом, с визуалом, и еще научиться выстраивать отношения в этом социуме. Научиться выстраивать отношения с этими иногда недовольными учителями, вот этими, да, с этими дебильными одноклассниками, да. Ну, бывают же такие, не совсем хорошие, да, подростки, которые, например, звонят бедным хореографам и говорят, что они цыганская шлюха и все остальное, да. С такими тоже надо уметь выстраивать отношения. Это жи. Вот мне как раз задали на ютубе вопрос, а что делать, если вокруг там у меня на работе все злющие? Ну, зайники, что делать? Либо меняйте работу, либо учитесь выстраивать с ними отношения. Понимаете, этому надо учиться. И если будешь приходить в коллектив, а там тебе будут за твои деньги дуть в попу, и только тебя облизывать, бояться тебя критиковать, например, ну, чем-то вот, да, задеть, критика нужна. Вы знаете, я сейчас наблюдаю, что у детей стала очень низкая самооценка, и очень, короче, они очень чувствительно стали к критике. Вот им вообще нельзя ничего сказать, вообще ничего нельзя сказать. Это очень плохо. Почему? Потому что критика – это основа обучения. ребёнок должен понимать, я это делаю правильно или я это делаю неправильно. Вот я, кстати, даже своим ученикам объясняла, я говорю, вы должны привыкнуть, что я вам, например, говорю, вот это движение ты делаешь неправильно. Потому что, ну, я могу как-то говорить, ты всё делаешь правильно, вот здесь подправь. Ну, это как вот, да, учат общаться, да, с клиентами, клиентоориентирование. Всё правильно, просто чуть-чуть поправь. Так не работает. Если ты хочешь научить человека по-настоящему, если это образование, ты должен ему сказать чётко, послушай, это неправильно, есть такие-то такие ошибки, они существенные, их нужно исправить. И тогда это будет правильно. Ты не можешь сказать, что это, это хорошо, это правильно, но вот исправь недочёты, чтобы вот, не дай бог, его нигде психику не травмировать. Но это такая чепуха, ребят, это чепуха. Я даже признаюсь вам так, я, конечно, тоже человек клиентоориентированный, и я стараюсь, не дай бог, никаким образом не задеть чувства своих учеников, но я поняла лишь одно, что если ты работаешь на какой-то громадный результат, ну, например, если ты работаешь, например, на то, чтобы свой коллектив какой-то, ну, хореографический, у меня сейчас нет никакого коллектива хореографического, ну, допустим, да, если ты работаешь, чтобы свой коллектив вывести на какие-то чемпионаты, какие-то танцевальные, да, ты должен быть очень критичен к ним, И ты должен приучить учеников к этой критике, иначе не получится формулировками, ты всё делаешь правильно, только так не получится воспитать реальных чемпионов, да. Но у меня, я ушла от этого, кстати, от коллективов, я работаю по направлению красивая самка, это направление на здоровье нацелено, да. Я всегда своим ученикам объясняю, что у нас от природы разные возможности, мы работаем только на личный результат, не сравниваем себя с другими, потому что мы от природы в не в равных условиях. Ну ладно, проехали. Я этому уже всё объясняю и говорю о том, что я не хочу, чтобы мой ребёнок рос в тепличных условиях. В таких тепличных условиях, в которых ребёнок вырастет, не научится общаться с людьми, понимаете, выстраивать отношения. Этому нужно учить, этому тоже нужно учить. И государственная школа, да, у неё есть очень много недочётов, там большие классы, отстойная программа обучения, да, вот это всё есть. Но, кто сказал, что в платных что-то по-другому с самой системой образования. Что-то мне кажется, что у них программы, они, ну, они схожи. Почему? Потому что они точно так же учат ставить галочки в нужном месте. Иначе никак, понимаете, невозможно разорваться, да, невозможно разорваться. Они же тоже, наверное, должны научить сдавать ЕГЭ, раз это ЕГЭ везде требуется. Конечно, они могут сказать, что мы учим сдавать ЕГЭ нестандартным способом, развивая мышление, развивая всё остальное, но это чепуха. Я как педагог прекрасно понимаю, что либо ты учишь ставить галочки, либо ты учишь пространственно мыслить, но это, значит, тогда не в этой стране, не в это время, потому что чисто физически это сделать уже невозможно, потому что система образования тебя требует учить ставить галочки. Я надеюсь, я понятно объясняю вам, ну, что происходит вообще, да. Просто как бы люди, которые, может быть, к образованию вообще, ну, у них нет, но они не педагоги, да, они не понимают, о чём, может, я говорю сейчас, вот. Но мой муж считает по-другому, он же считает, как и вы, как и мои хейтеры, да, вот мои хейтеры постоянно мне дают советы на темы, в которых они не являются экспертами, да, и мой муж, он как бы не являясь педагогом, он считает, что он прав, он считает, что он прав. В общем, я сказала мужу, сплати мне 3200 в месяц, я буду учить, и я смогу, я знаю, что я смогу. И мы сегодня, кстати, с Линдой уже, я на таком энтузиазме, раз он поднял эту тему, мы с Линдой уже позанимались, и я решила вот сейчас быстренько перед видео набросать план, его нужно переписать, более ещё немножко подраскрыть темы, но я считаю, что вот как бы по этому плану я буду выстраивать занятия, то есть как бы мы будем по чуть-чуть заниматься каждый день, но это, как бы у меня просто обозначены те сферы, которые мы должны с ней узнать, да, вот я вам сейчас зачитаю, кстати, блин, это классная идея, книгу написать, книгу написать для родителей, которые самостоятельно готовят детей в школе, вот как и что учить, как преподносить, это было бы просто замечательно, ребят, честно. Я думаю, что даже, может быть, мне контент начать по этой теме создавать, это было бы, я думаю, очень здорово. Сейчас, значит, смотрите, вот у меня разбитый по блокам, первый блок, как бы география, грубо говоря, да, космос, солнечная система, планеты, Земля, Луна, то есть как это всё там устроено, вот мы сегодня с Ниндой это всё проходили, замечательно, у нас есть досочка, да-да-да, куколка, выкидывай, мы сегодня с ней это всё рисовали, у нас планшет есть, я сразу на планшете там ещё какой-то визуал показываю, у нас карта есть, я ещё сказала, ей надо глобус купить, обязательно куплю ей глобус, будем это всё делать, да, то есть это всё как бы в игровой форме и так далее. Земля, строение Земли, вот это вода, суша, недра, кислород, атмосфера, вот это всё, да. Ночь, день, движение Земли вокруг своей оси, там вокруг Солнца, да, и как бы вот это понимание день-ночь, как это всё происходит. Дни недели, месяцы, год, время года, вот это всё, что связано, да, с этим. Ну, я кратко, вы понимаете, да, что у меня не было времени расписывать. Земля, материки, страны, города, Россия, про Россию, да, что это такое, что это наша страна, столица, наш город, своё имя, фамилия, адрес, имена родителей, дату рождения надо выучить, научиться писать, значит, свой возраст, телефон мамы заучить. Ну, и, конечно, там потом научиться писать своё имя, но это будет ближе к разделу русского языка. Биология, значит, строение человека, ну, как бы строение человека, части тела, знать все в подробностях, да, части тела, внутренние органы, всё визуально, у нас много пособий по этой теме, я вообще очень люблю покупать ребёнку всякие вот эти вот карты, органы, у нас много книг вот по этой всей фигне, мы очень любим разглядывать там мозг, вот это всё, обожаю всё, ей нравится. Значит, значит, органы внутренние, берём книги, значит, ну, растения, животные, птицы, там, это тоже у нас дофига пособий всяких разных у меня накуплены, гигиена тела, гигиена тела, чистота, вот это тоже тема надо раскрыть, здоровый образ жизни и питания, да, дальше, следующий такой большой раздел, этикет и психология, значит, научиться вот этим всем, ну, приветствиям, ля-ля-ля, как их использовать, научиться, как нравятся людям, да, улыбки, общению, этикету за столом какому-то маломальскому, что это, не понимаю, что написано, что это, мост, что это, мат, мат, да, обучиться, не обучиться мату, а разъяснить, что матом ругаться нельзя. Кстати, у меня Линга знает, она у меня молодец, она знает, что есть слова, которые ей говорить нельзя, ну, мама иногда ей говорит, да, бывает, значит, как отставить свои интересы, как не бояться, как быть уверенным, как постоять за себя, это тоже все сюда. Следующий большой раздел, это безопасность, значит, как вести себя с незнакомцами, да, всяких там, вот таких вот, да, случаев, в случае пожаров, каких-то катаклизмов, эвакуации, надо научить ребенка, как вести себя в случае эвакуации в саду и в школе, ну, и всех вот этих вот вещей, в общем, что может у нас случиться. Безопасность на улице, правила дорожного движения, как вести себя на детских площадках. Дальше, русский, это мы так, как бы, общий мир, да, окружающий. Русский язык, литература. Ну что, буквы мы выучили, слоги надо учить, но проблема, вот, например, слоги учить, да, пособия, которые новые, они, блин, дебильные. Они, некоторые содержат сочетания, как бы, букв, которые в природе русского языка, ну, не встречаются. Ну, вот я, блин, сейчас не могу вам привести пример. Ну, вот, например, ну, не знаю, мне кажется, Q. Есть какие-нибудь у нас слова на Q, чтобы Q было? Короче, я смотрела, что есть такие пособия, и в них вот эти сочетания гласно-соглазно, которые, в принципе, у нас не встречаются в русском языке, то есть надо использовать качественные пособия, вот, когда проучиваешь слоги, чтобы ребёнок сразу понимал, какие бывают слоги именно в русском языке, встречаются в словах. Ну, значит, учимся читать по слогам, да, учимся писать, писать своё имя, фамилию, прописи. У меня накуплено эти тетрадки всякие, вот эти книжки в фикс-прайсе таких много, там, вот эти, чтобы прописи учиться, чтобы правильно писать. Это у меня Линда любит цифры писать вот так вот снизу, буквы как-то. Короче, это тоже надо учиться отдельно, да. Значит, про прописи пишем, составляем слова из букв. У нас тоже есть такая фигня. У нас много чего есть. У нас есть и даже эти карточки со словами, тоже мы их используем. Кучу денег я в своё время заплатила за них. Забыла, как называются карточки кого-то там. Прошлое, будущее, настоящее. Утверждение, отрицание, восклицание, да. Ну, это всё, понятие, что такое, да. Слог, слово, предлог, предложение, да, вот это всё. Математика. Цифры выучить от одного, ну, до ста. Мы с ней от одного до ста уже знаем. Ну, вообще, я хочу, чтобы она до миллиона научилась. Я вообще учу ребёнка цифрам не просто так, заучивать, да. Я учу её пониманию структуры, да. Вот мы с ней, например, разбирали, да, что цифры от одного до девяти, это то же самое, что десятки, от десяти до ста. Дальше то же самое от ста до тысячи. Вот я учу её именно вот такому образному представлению цифр, да, чтобы она понимала. Учимся считать на палочках. Да, надо, кстати, на ватных палочках. Надо купить такие дешёвые, чтобы на них считать. И на деньгах. Да, я учу Линду считать деньги. Да, мы с ней учились считать, представляли, играли в магазин. Как будто я пришла в магазин, покупаю что-то там у неё или она у меня, и даём сдачу. И отсчитываем бумажечками, да. Так мы тоже учились. Значит, ну, решаем простые задачи, да, какие-то вот такие примеры на сложение и вычитание от одного до ста. Это я хочу её научить тоже к школе. И понимание основ деления и умножения. Больше-меньше равно, да. И хочу, чтобы она научилась считать в уме. И я говорю ещё раз, хочу, чтобы она образно цифры представляла. Ну и форма и цвет. Цвет, форма, цвет, объём. Вот. Вот, в принципе, я вот так, я считаю, что как бы, я не знаю, может, что-то ещё, вот, может, кто будет смотреть, да, может, педагоги. Что ещё, чего нужно коснуться, чтобы подготовить ребёнка к школе. Вот. Мне кажется, надо большое внимание ещё уделить моменту самоорганизации. Ну, чтобы однозначно ребёнок умел сам одеться. Она может сама одеться, но иногда она совершает, как бы сказать, ошибки. Ну, там, задом наперёд, что-нибудь такое. Значит, сама одеться, сама помыть всё, сама себя обслужить, да, в плане гигиены. Что ещё надо, чтобы ребёнок умел? Чтобы следил за своими вещами. Ну, это с безопасностью относится, наверное, да, с своими вещами. Ну, внимательным был, да, ребёнок. В общем, короче, короче, надо, чтобы ребёнок был самоорганизованным, прилежным. Надо научить прилежности, как это правильно. Ну, в общем, друзья мои, вот так с вами я поговорила. В общем, ну, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что я буду ребёнка учить самостоятельно. Скорее всего, ни в какие мы кружки по 3,209 месяцев мы платить не будем. Это 3,209. Ну, ты 30 тысяч, 30 тысяч рублей почти, вот. Ну, извините, нет, я не готова. Потому что я считаю, что эффект будет от этого меньший. Вот я лучше сама это всё сделаю. И не надо мне, чтобы мой муж мне тут втюхивал, что значит, я тут что-то не знаю, я что-то не понимаю, что я такая, раз такая вот. Я всё умею, я столько много чего умею. Сама себя в своё время выучила и научила учиться. Самое важное – научить ребёнка учиться. Учиться, и чтобы ребёнок понимал, что он учится не просто так, ради каких-то оценок в журнале. Понимаете, ведь многие дети учатся ради... Я тоже так училась, я знаю, это ошибка. Родитель должен, вот, ребёнку давать правильные установки. Ты учишься не для вот этих вот цифрок на бумажке, в аттестате. Ты учишься для того, чтобы жить в этом мире, чтобы свои знания обменивать на деньги, а на деньги жить и питаться. И это основа выживания. Что если ты не умеешь жить, не умеешь, как сказать, работать с информацией, сам себя обучить, сам себя организовать, ты не выживешь. Безусловно, это не как там, да, первобытные времена, не выжил, да, и всё, и помер где-нибудь голодный в лесу. Но, как бы объяснить, ну, в нашем мире сейчас всё попроще несколько, да? В конце концов, можно бы обживать, пойти, да, куда-нибудь. Милосту не просить. Но самая важная суть любого образования – научить учиться. Научить учиться. Вот мне очень нравится, как будильник говорит о том, что он так и говорит, фактически, что я говорю, что школа учит работать с информацией, с текстами, да, с визуалом в том числе. И вот мы с вами, например, когда ещё учились в школе, да, там, ну, 90-е, 2000-е, компьютеров не было ещё, толку-то ни у кого. И мы писали рефераты, ходили в библиотеки, да, и мы бы с вами и представить не могли, что сейчас вот дети учатся, вся информация доступна вот сейчас по секунде. Не надо идти в библиотеки, ты просто заходишь в интернет, любая, ну, почти любая, ладно. Ну, кто умеет искать, кстати, вообще может любую книгу найти. Там через какие-то торы как-то надо заходить, и там, короче, можно вообще всё найти. Вот. Так любая информация по щелчку. Мы ходили, писали, тратили время, всё было так долго. Но мы научились работать с информацией. А сейчас нынешние дети, им вообще плевать, они в интернет используют бирюльки играть, понимаете? Им эта информация не нужна, они этого не могут оценить, и поэтому они не научатся работать с информацией, потому что вот она информация. Я вам просто приведу в пример, у меня, это не моя знакомая, я просто случайно в сети прочла, рассказ, ну, как сказать, мнение этого человека по вопросу. Это человек псковский, девушка. Она на фитнес-тренера училась в Питере в очень хорошем учебном заведении. И она, значит, писала пост о том, что отучившись там, у неё, по-моему, даже красный диплом, 5 лет, по теме фитнеса, ну, там не тема фитнеса была в учебном учреждении, там я не знаю точно, как у неё называлась специальность, но связана она физкультурой и спортом, скажем так. И она сказала, что в этом учебном заведении, вот в этом крутом питерском, с такой историей там вообще, ей знаний почти не дали. А знания все, там, по анатомии, физиологии, там, какие-то упражнения, она получила на платных курсах. Ну, знаете, такие курсы, да, приходишь там по фитнесу, недельку учишься, ну, хорошо, где-то две недельки учат. И всё. Вот эти курсы, это хорошо. Ну, она, нет, она, по-моему, чисто посещала, возможно, такие, как несколько дневные курсы. Наверное, я думаю, скорее всего, у неё нет какой-то там, знаете, типа, как школа, как у кого-то, Вейдера, или как там, да, там всё-таки более основательно учат, да. Ну, в общем, она сказала, что вот на этих курсах ей дали намного больше. И вот человек, когда заявляет такие вещи, вот человек не понимает, что он просто себя позорит. В высшем учебном заведении тебе не должны положить информацию в рот пережёванный. Высшее учебное заведение просто тебя учит работать с информацией, учит ею пользоваться и создавать какой-то свой новый продукт. В идеале она должна была закончить этот классный понтовый университет и сама составлять курсы. Ну, видимо, человек немножечко другого склада мышления, и она считает, что вот такой вариант, когда она пришла, заплатила деньги, и кто-то другой, более умный, положил ей в рот разжёванную информацию, что так лучше. Но вообще университеты, они не для всех людей. Они именно только для тех людей, которые умеют учиться и самообразовываться. И именно такие люди, заканчивая именно такие университеты, они собирают, ну, как инфо-цыгане, ребят, они собирают инфу, они умеют её систематизировать, и потом дурачкам продают, ладно, не, 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 я не хочу никого обидеть, и потом дурачкам продают курсы. Именно тем, которые не умеют работать с информацией, и им нужно, чтобы им всю информацию переживали и в рот положили. Так вот, запомните, друзья мои, к чему я это всё рассказываю. Учите детей учиться, а не оценки зарабатывать. А эти оценки, это полная фигня. Но только научив ребёнка, вот, вот, учиться, структурировать, составлять какие-то, не знаю, там, ну, анализировать, понимаете, анализировать, систематизировать информацию, искать информацию. Вот даже по ИИ, я не очень хорошо отношусь к институту, к этому юридическому, но даже там нам говорили совершенно нормальную вещь. Вы не должны всё знать. Вы должны знать, где найти. То есть вы должны с информацией работать уметь, с законами. Вы должны, ну, как бы сказать, держать руку на пульсе и знать, где вам что быстро найти. Вот это хороший юрист. Найти закон, правильно его истолковать, интерпретировать, да, как бы, можно даже своём ключе, да, и правильно применить на практике. Вот что значит хороший юрист. А не тот, который вам первую статью Конституции наизусть расскажет. Всё, и на этой ноте мы закончим.